Всем привет, с вами Биг Бой. Сегодня я делаю завершающую серию про моё новое изобретение, которое называется «Умная дверь». Те, кто не знает, о чём я сейчас буду говорить и говорил, советую посмотреть моё предыдущее видео. Их я оставлю под описанием. Это самая-самая усовершенственная дверь. Она выглядит, как все остальные. Ничего такого. То же самое, что и в предыдущих. Вот я сейчас это докажу. Не работает. И здесь тоже не работает. Вот эта волшебная кнопочка, это как бы путь к спасению. Если вы смотрели моё предыдущее видео, то в предыдущих сериях я нажимал на кнопку, и двери должны были открыться. Потому что этот провод был подсоединён к этим дверям. А сейчас этот провод подсоединён к этим плитам. То есть, в предыдущих моих изобретениях, в предыдущих версиях этих дверей, я нажимал на кнопку, и тем самым я блокировал дверь. А сейчас я блокирую плиты. Вот сейчас посмотрим, как это выглядит изнутри. Значит, так. Сейчас, секунду. Один провод у нас как идёт к элементу N, где определяется, будет ли идти источник тока дальше, или всё-таки закончится на этом. И с другой стороны то же самое. То есть, у нас, если проходит, то он идёт дальше, если не проходит, то, увы, дверь не откроется. Вот у нас идёт провод, у нас идёт, идёт, и подключается к одной двери. С этой стороны то же самое, и здесь то же самое. Он идёт в одну и в другую. И дальше, как я говорил, эта кнопочка, которую мы нажимаем, мы блокируем плиты. Значит, когда мы нажимаем на этот рычаг, у нас пошла энергия силой F. Вот у нас один идёт в одну сторону, и в другую. Вот у нас, получается, идёт к плитам. И дальше нечего волноваться, потому что M, этот сигнал F, она его не пропустит. Если мы всё равно встанем на плиту, опять источник тока выработается. Ну и, в принципе, ничего не произойдёт, потому что уже есть, и двери не откроются. Потому что здесь уже есть сигнал F, а нам нужен сигнал C, чтобы энергия дальше прошла. И с другой стороны то же самое, тот же самый провод идёт от начала. Здесь он не проходит, и поэтому двери не откроются. Значит, вот они у нас тут соединяются. Потом один провод, и вот у нас, пожалуйста, рычаг. То есть, такими движениями у нас двери не открываются. Это очень удобно. У нас с этой стороны не открывается. Если взять какой-нибудь блок, у нас тоже не откроется. И с этой стороны то же самое. Ну что ж, приступим к постройке. Как всегда, у меня есть заготовочка. Уже почти заготовлено всё. Ну, тут только надо построить стеночку для удобства. Значит, мы подсветеняем эти две плиты к единственному поводу. Дальше берём элемент M, ставим его синим квадратиком. Синим квадратиком дальше. Между четвёртым и третьим ноликом. Нет, четвёртым и пятым. Ставим любую букву. Например, F. Дальше мы это всё подводим к низу. Так что здесь мы тоже немножко приоткроём, это не видно. Здесь мы тоже подсоединяем. Тоже берём элемент M. Значит, здесь мы опять берём F. Тоже вниз. И теперь один провод мы подводим к нашей дверке. И с другой стороны тоже самое. Подвели. И здесь тоже самое. Вот так мы это всё подводим. И дальше мы введём ещё один провод. Вот так вот как нужно. Факел поставить, этого опять ни черта не видно. Вот так вот. И дальше мы, грубо говоря, копаем ещё одну большую-большую комнатку. Я не знаю, почему я её не выкопал. Наверное, я скорее всего её забыл выкопать. Дальше пускаем факел. И немножко её расширяем. Примерно вот так вот. Если вы догадались, то эта комнатка уже сделана специально для этой блокировки. Вот так вот у нас получается. У нас бешеная браза будет на улице. Так, так, нет, 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 здесь. Вот так вот. И один конец здесь тоже введём. Введём. Опять поставим факел, а то опять ни черта не видно. Дальше мы его введём в эту комнатку. Введём, ведём. Дальше мы его введём по потолку. Дальше введём, введём. И он встречается со своим братом. Ого! Какой-то интересный здесь баг этой игры. Гроза гремит. В смысле гром. А на улице ясно. Очень странно почему-то. Ладно, не в этом суть. Дальше мы введём, 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 введём. Введём. И ставим рычаг. Так, если вы хотите пользоваться кнопкой, то вам просто нужно поставить элемент sr. Вот так. Нет, не то поставил. Вот. Ну и, в принципе, на этом всё. Мы вроде бы всё построили. Сейчас мы должны проверить, работает ли это или нет. Так работает. Берём блок земли на любую вещь. Вот. Да. И с этой стороны тоже не работает. Дальше мы берём, берём, нажимаем на кнопку, на рычаг точнее. И у нас происходит чудо. У нас дверь не работает. Таким способом, если вы играете, грубо говоря, в ченнел, в выживании, где вас будет постоянно преследовать звери и всякое ещё другое живьё, то вам эта дверь, грубо говоря, очень пригодится. Потому что, если, например, вы живёте на севере, где дофигища оборотней, то вам следует поставить это изобретение, дверь, для хорошей защиты. Потому что защищает она очень хорошо. Как мы видим, мы миллион раз нажимаем на рычаг, и у нас всё равно двери не открываются. Это была самая последняя и улучшенная версия дверей. Если вам это изобретение помогло или, может, поможет, или показалось интересным, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. С вами был Биг Бой. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok